Согласно довольно поздним уже воспоминаниям Асафьева, это книга, которую он писал во время блокады в 1941-1942 году, находясь в Сордённом Ленинграде. Она стала основой такой вот его «Моя жизнь», под названием «Моя жизнь» она была отнародована. Так вот, согласно этому источнику, ещё в 1909 году он, то есть Асафьев, 25-летний ученик консерватории, посоветовал Сергею Дягилеву обратиться к Стравинскому с заказом русского сказочного балета для Парижа. Это цитата. То есть это «Будущее жар-птица». Дальше я цитирую так, как у него написано Асафьеву. Дягилев, вы всех молодых композиторов тут знаете, «Кто, по-вашему?» Мысленно перебрав всех, я без запинки ответил, «Игорь Фёдорович Стравинский, сын знаменитого артиста». «Так он из корсаковцев, но они же все на одно лицо». Я сообразил сказать ему, что в данном случае он, Дягилев, ошибается». Конец цитаты. Теперь, что, собственно, был в это время и несколько позже, то есть самый ранний период, Стравинский для Асафьева. Отношение его формировалось постепенно, и оно потом претерпело, как мы знаем, достаточно заметную эволюцию. Но начиная с консерваторских лет, когда он сидел на одной скамье с Прокофьевым и Мисковским школьной, она входила в круг интересов Асафьева и двух его ближайших крупных фигур. И также сюда надо присоединить еще одно имя – это Владимир Владимирович Держановский, который издавал московский еженедельник «Музыка». Тут было много всяких обстоятельств. Я не буду на это рассказывать биографию Асафьева, естественно, потому что это в данном случае не нужно. Так или иначе, в мае 1914 года Асафьев отправляется в Париж, чтобы присутствовать на премьере у Перославей в Дягилевской антрепризе. И на других спектаклях тоже, связанных с деятельностью Дягилева. К этому времени он уже около четырех лет работает в Мариинском театре в качестве балетного аккомпаниатора. И время от времени он немножко сочиняет музыку для небольших хореографических постановок. Это все так имеет некоторое значение. Среди участников русских балетов поэтому у него много просто таких вот друзей или знакомых, как минимум, по этой работе. Он знает балетных многих, он знает эту публику, режиссеров, в общем, что-то знает. Вот. Соловья ему удается посмотреть и познакомиться также с клавиром. Опера ему нравится, хотя и кажется не совсем понятной местами. Вот. Но Дягилевский круг, судя по всему, Асафьеву, в сам Дягилевский круг Асафьеву проникнуть не удается. Он как бы не стал там своим, хотя он там знаком с разными людьми. Вот. И очевидно, именно это обстоятельство, он так низко обижен. И отражается это на его оценке антрепризы, о которой он называется очень резко. Надо сказать, заметно резко. Я цитирую. Это письмо Держануцкому. В общем, положение дела в Дягилевской труппе идет настолько вразрез с моими взглядами на работу, на дело, даже на отношение к искусству, что я не могу, не в силах сейчас трезво и спокойно обсуждать. Это вертеп какой-то. Целей не вижу. Конец цитаты. Вот. И он явно чувствует себя действительно неуютно. И он причем даже не делает попытки познакомиться с Стравинским. И должна сказать сразу, что лично они так и не познакомятся. Хотя уже потом будут такие, через 10 лет, буквально, так сказать, он ему на хвост все ли наступает. Но тем не менее это не получается. И после этой поездки он настроен скептически, в том числе и к своему герою. Потому что он обещал Держановскому написать статью про Соловья для музыки. Вот что он пишет. А странно. Странно. Люблю Стравинского, а веровать в него не могу. Есть какая-то кривая в его творчестве. Только не уясняется он мне. А так инстинкт напевает. Это тоже Держановскому. Тогда, кстати, о Соловье он музыку тоже так и не написал. Несмотря на клятвенное обещание, но не получилось. Но тем не менее он начинает писать о Стравинском. И вот эту самую дату можно считать, 14-й год, началом его интереса, уже реально выражавшегося в музыке Стравинского. Там у него были некоторые такие любимые идеи, которые, в общем-то, я просто упомяну. Он довольно часто в это время сопоставляет Стравинского и Прокофьева. Это со временем стало такой отчасти общим местом. Но, в общем, он один из первых занялся этим. В частности, он сравнивает скифскую ситву в рецензиях и весну священную. И считает, что Прокофьев прокладывает новые пути с неким таким оптимистическим пафосом. А что весна священная, это... Ну, я своим словам пересказываю, но мысль всё-таки такая. А что весна священная, она скорее констатирует некий конец и катастрофу. Но можно так действительно слышать. Это вполне возможно. И, наверное... Потом происходит скандал с музыкальным современником, из которого Асафьев вместе с Уфчинским выходит из-за того, что Андрею Николаевичу Римскому-Курскому не нравится новая музыка, ну, так если просто говорить. И он, так сказать, вмешивается как редактор в сами эти тексты. Вот. Что касается контраста двух этих сочинений, которые упомянула, значит, скифской ситвы и весна священной, видимо, в этом контрасте Асафьев виделся вообще глубокий смысл, который далеко выходил за пределы собственностилистических различий. Ну, то, может быть, ему что-то нравилось. Скифская сюита, как и творчество Прокофьева в целом, воплощает для него безусловную силу такого вот берксоновского жизненного порыва, вот этого «Элам деталь», то как раз эта идея, которая очень его в это время увлекает. Ну, с Бергсоном там у него свои связи, об этом я тоже не буду. То есть это активное творчество, устремлённое в будущее, в то время, как по весне священной, он слышит ещё страх модерниста перед надвигающимся огрублением. Вот такая. Вот, эта коллизия действительно далека, близка Асафьеву, очень дорога для него, и он на ней достаточно долго сидит. Вот, и здесь появляются некоторые, я бы сказала, такие литературные, даже шедевры Асафьева в эти годы. Например, статья «Предвосхищение будущего», которая была опубликована осенью 1918 года. Я не буду на ней останавливаться, скажу только, что написано, это значит «осень 1918 года», то есть это второй год гражданской войны, это период между объявлением красного террора и приходом к власти колчака в Сибири. То есть это вот такие события за окном. Звучание этого текста, тем не менее, оно абсолютно, так сказать, погружено вот по такую поэтику символистскую ещё предреволюционных лет, предвоенных даже. Это стихия русской музыки, стихия пророческая, одержимая, то бурно плещущаяся в раздоле ритмического напряжения и безудержного срыва, то сосредоточенная и упорно подчиняющая свои хаотические вожделения мерным колыханиям и рассудочно скованной метрической цепи. Это, согласитесь, красиво. И вот на таком вот фоне. Образ времени, как некой такой вот внутренней формы музыкальной материи, этот образ, он выступает у Асафьева тут на первый план. И выходит в какие-то космические измерения. Он упоминает там иступлённый пляс избранницы именно в этой связи. Ну и там задаётся дальше вопросом, постигли там Старовинский и то другое. Ну в общем, просто отметим как бы этот момент. В 1918 году начался при этом наиболее активный в жизни Асафьева период его музыковической деятельности – научной, критической и популяризаторской, который продлился до рубежа 20-30-х годов, то есть достаточно долго. В это время определились основные сферы его интересов. Это русская классическая музыка и творчество современных композиторов, причём и зарубежных, и отечественных. Как известно, Асафьев в это время принял самое деятельное участие в организации художественной жизни уже Советской России. Я просто перечислю это всё, известно достаточно. Он работал в наркомпросе в музыкальном отделе с 1918 года, сотрудничал с музыкальными театрами Петрограда и Ленинграда затем, самым активным образом. Он был советником репертуара с 1919 года. Потом он был художественным руководителем Петроградской, затем Ленинградской филармонии. Это 1921 по 1930 год, достаточно долго. И в 1926 году, напоминаю, он стал одним из основателей Ленинградского отделения Ассоциации современной музыки. И в эти годы это такое золотое время, когда для Асафьева пропагандиста нового искусства. И так постепенно складывалась книга из отдельных его работ, отдельных рецензий, пояснительных текстов, которые... Это новый для него совершенно жанр. Он писал вот эти вот вкладыши, филармонические программки. Это потом многое уже в наше время опубликовано. Кое-что осталось, по-моему, до сих пор нет, не опубликовано. В общем, это действительно бурная деятельность. Он уже думает о книге, и в 1927 году жалуется Мисковскому, Катерина Сергеевна, вам, Алла Верды, что Стравинский мой благополучно лежит в Тритоне и будет, вероятно, лежать до греческих, ну да, от календос к грецис, то есть навечно, пока не поправятся материальные дела издательства, если они вообще поправятся. Тьфу! – пишет он. Вот. И важнейшую роль в дальнейшем осмыслении творчества Стравинского, потому что он следит уже за всем, что только появляется по возможности. И тут вот он поехал еще раз за границу. Это его зарубежная уже командировка Асафьева, которая продлилась с 20 июля по 30 ноября 1928 года, то есть это несколько месяцев. Он посетил Зальцбург, Вену, Париж, потом Германию, Бонн, Берлин, Лейпциг, Дрезден. Он встречался с Прокофьем, с Сувчинским, даже так довольно общался с ними тесно. Но Стравинского он в Париже не застал. И еще раз повторяю, их личное знакомство так и не состоялось. В Ленинграде в это время продолжается исполнение музыки Стравинского. Это вообще золотые тоже годы для его творчества, потому что как раз, я думаю, это известно, что именно после революции в советские времена, в 20-е годы после введения НЭПа, то есть это вторая половина 20-х годов, Стравинского играли очень активно. И более того, он проник уже наконец на театральную сцену, потому что были спектакли. Итак, книга Стравинского сложилась в атмосфере очень острого интереса творчества композитора, который Асафьев разделял с российской бубликой, и формированию которого он способствовал очень большой степени. И тут я скажу, как говорится, ключевую фразу, что книга Стравинского стала, во-первых, первой в России и одной из первых в мире монографий, посвящённых творчеству композитора. И тут даже, я думаю, вы не заподозрите меня в каком-то преувеличенном патриотизме, я могу сказать, что это первая вообще в мировом масштабе настоящая книга об этом композиторе. Потому что то, что было до того, это была монография Альфреда Козеллы, до того и одновременно с Асафьевым. Монография Альфреда Козеллы. Это была... Ну, это книжечка такая, Козелла дружила с Стравинским, она не ставила даже свои цели, она небольшая даже. Это книга Бориса Шлёцера, весьма интересная, она тоже абсолютно на таком вот аналитическом уровне, она никак не может быть сопоставлена с Асафьевым. И это книга Андрея Шефнера, это французский музыковед, этнолог, очень интересная такая фигура, которая тоже достаточно была скромна по своим задачам, и которая, правда, у неё есть одно достоинство, она, может быть, не совсем достоинство, она писалась в контакте с Игорем Фёновичем, в общем, довольно большом. То есть она в известном смысле такой рупор. Вот, может быть, вот, но тем не менее, во многих отношениях, если не во всех, книга Стравинского и Асафьева, она не, в общем-то, любую конкуренцию здесь выдержит. Теперь, почему? Почему? Значит, первое достоинство, которое бросается в глаза сразу, даже когда ты просто преодолеваешь это чтение, это сами характеристики музыки. Вот он совершенно замечательно слышит музыку Стравинского и умеет передать это в слове. Ну, тут просто для того, чтобы это доказать, надо, наверное, цитировать всё подряд, но я позволю себе, может быть, только полторы цитаты. Вот, например, характеристика, дальше идёт цитата, «приёмов акцентирования посредством ударных, в кавычках, интонаций, вызывающих ощущения, дальше всё в кавычках, звяканья, ковки, лязга, глухого стука, щёлканья и тому подобного, от сухого безотзывного пицциката отдельного звука до звучных ударов в колокол, это обширнейшая и изобилующая градациями скала ударных интонаций». Конец цитаты. Ну, это ещё ладно, но самое главное, что это всё написано в фортепиано. Это всё относится к фортепианному тембру. Ну, я думаю, что все... Причём даже не свадебка, где четыре рояля, это четыре русские песни, которые в этом отношении могут быть богаче свадебки. Вот эти портреты вот такие, с разноцветным шлейфом ассоциаций, таких чисто слуховых, они далеко, конечно, не исчерпывают содержание книги. Не менее увлекательно. Автор пишет и, собственно, о музыкальном языке, о стилистике, то есть о самом, как говорится, материи, творчество Стравинское, о корнях. То есть это, собственно, музыковические и культурологические проблемы, которые включают важнейшие идеи такого обобщающего характера. И тут я хочу обратить внимание, поскольку вопросы, как писать о музыке, терминология, они вечные, и они, собственно, нас тоже, может, может быть, Асафьев как-то, вот он, собственно, здесь устарел со своими этими эпитетами красочными. Но дело в том, что он вот такими словами, вот такими вот художественными, как говорят, словами, он, по сути, формулировал совершенно такие вот серьезные теоретические проблемы. И один только пример, это знаменитый достаточно его афоризм, «Косой дождь сильных долей». Собственно, он говорит что? Он говорит об акцентной переменности и вариантности акцента, которая потом, она так и была названа уже впоследствии вот этими самыми учеными словами. А он написал «Косой дождь сильных долей». И всё, этого было достаточно. Таким же образом абсолютно он действует во всех других случаях. Или, например, такая замечательная вещь, как форма вступления к весне священной – это процесс роста музыкальной ткани. Всё, больше ничего не надо. А потом у нас будет уже там крещендирующая форма, там будут саналистические всякие идеи. Это я не к тому, что это плохо, наоборот, это будет уже ученый язык. А ему достаточно, что это… Он первый сказал вот эту уникальность этой формы, которая действительно абсолютно такова. Ему было достаточно этого. У него здесь действительно масса примеров. Проще сказать, где этого нет. И здесь даже когда он увлекается, и как-то кажется, что вот описательность какая-то возникает. Ведь Асафьер, кстати, он же, известно, что он писал сразу на Белла. То есть он держал весь материал, как Амаде и Моцарт, в голове, даже огромной книги, и потом писал, и практически, извините, не правил ничего потом. И это всё шло с колёс. Отсюда-то, конечно, многие особенности, но в общем, это его тексты, по крайней мере, этих времён, это плод вот такого вот погружения и творческого контакта с материалом. Ну, там есть масса интереснейших всяких побочных линий. Например, замечательный совершенно очерк о скоморошестве в русской культуре по поводу байки про лесу. И при этом в книге присутствует, причём довольно больших количествах, подробный мускайлический анализ с нотными примерами. Цель понятна, потому что музыка неизвестная, никто её, в общем-то, в руках особо не держал. Асафьер всеми силами он там добывал ноты, выпрашивал, ему присылали. Это, в общем, старался быть в курсе. И, по сути, он, как говорится, пиша эту книгу и издавая её в 1929 году, он, в общем, знал творчество Стравинского вплоть до этого периода. Он знал уже и Диппа 1927 года, он знал концерт для фортепиано с духовыми. Ну, в общем, он был уже в курсе. И вот качества этого анализа, они очень высокие. И совершенно правильно его исследовательское направление выступает. Так что я сразу дам в этом смысле резюме. Почти все аналитические идеи, которые были предложены Асафьеру, впоследствии были подтверждены поздними, более поздними работами и со временем стали общепринятыми, поскольку актер действительно зафиксировал ключевые особенности стиля Стравинского. Он сам, кстати, это сделал, он суммировал эти качества в одном месте. И причем кратко сделал это по-настоящему. Другое дело, что, еще раз повторю, впоследствии на место вот этих литературно-выразительных образных характеристик пришли объективные научные формулировки. Я их просто перечислю. Они всем известны, и поэтому достаточно напомнить. Нерегулярность акцента и принцип структурной асимметрии. Преобладание вариантных мотивных структур. Попевка, кстати, по отношению к Стравинскому, это Асафьев. Так, сейчас уже все забыли. Попевок и наигрыши. Вот, попевок и наигрыши. Два типа, как бы, тематических. Гетерофонный склад письма, модальная высотная организация, автономная тембровая структура и, наконец, монтажная форма. По Асафьеву он называет это мозаикой. В общем, все, что мы теперь говорим на лекциях, это все оттуда. Вот, и время подтвердило также ценность историко-стилистических обобщений Асафьева. Например, таковы его наблюдения, которые касаются нового камерно-инструментального письма. Это очень актуальная в те годы тема. Тема, и об этом тоже не буду поговорить специально. Об этом Асафьев говорит наиболее подробно в связи с тремя пьесами для квартета. Он видит в этом совершенно новый тип, который не находится в русле обычного квартетного письма. Понимаете, это совсем другой способ письма. И таким образом, творчество Стравинского предстает в его книге как важнейшее новаторское явление музыкальной современности, которое имеет абсолютно объективный характер. Переворот, да, это уже цитата, простите. Переворот принадлежит не личному творчеству, а совокупности опыта эпохи, ярче всего и раньше всего проявившегося в музыке Стравинского. Так пишет Асафьев в главе, которая названа очень характерно «Ценность творчества Стравинского». Он прямо заявляет о том, что это высокоценное искусство. Он вообще очень высоко ставит музыку Стравинского и удостаивает её эпитетами «великая», «гениальная». Тогда это не так, как сейчас. Это были действительно слова, которые соответствовали. Так назван, например, «вступление к весне священной». Это вот тот уровень. Очень важны в этой связи имена, важны имена, которые он называет. Стравинский следует традициям Баха, Моцарта, Глинки до свадебки. О свадебке он Глинку вспоминает. К имени Баха, кстати, Стравинский обращается в другом контексте. К концу 20-х годов этот контекст очень даже был острый. Цитирую. Стравинского сейчас язвительно называют «современным бахианцем». В кавычках. И если он действительно... Ну, это бахизм и с фальшивизмами, нам известный из Прокофьева. И если он действительно испытывал тяготение к Баху, не как к определенному композитору, а как к величайшему явлению, в котором с колоссальной энергией выказало себя музыкальное мышление эпохи просвещения. Если это так, то он глубоко прав. То есть это совсем другой подход. Но главное, конечно, достоинство книги, связанное с русскими сочинениями, они ему наиболее близки, хотя он и о других тоже пишет прекрасно более позднее. Именно Асафьев сформулировал и продемонстрировал нам русский генезис музыки Стравинского, её корни в архаическом фольклоре, в крестьянском многоголосии и православной литургии. Это действительно, как говорится, три источника и три составных части. Музыка Стравинского представила в книге как русская звуковая вселенная, в которой чуткий исследователь смел расслышать самые разнообразные интенсионные источники. Это просто, если внимательно это почитать, такое наслаждение, потому что за этим встает просто картина эпохи. Как он пишет о Мавре, например, или как он, например, в четвёртой пьесе с Прибалуток, близкой моему сердцу, слышит гротескный перепек духовного стиха. В главах, которые посвящены крупным сочинениям, таким как «Байка, свадебка», «Сказка о солдате» и «Мавра», там везде просто такие кладези, потому что о Мавре, например, ну тут я всё-таки, простите, процитирую. Он пишет так. Значит, Мавра определена им как старинный русский водевиль в оболочке 30-х годов. И он показывает вот этот сложный комплекс, в котором имелась Глинки, Доргомышевского и Чайковского, смешан с жестокими любовными романсами под гитару, с сентиментальной купеческой, мещанской лирикой невесты, их наперсницу Островского, с залихватской цыганской песней представителей всяческой богемы, офицерской, актёрской, литературной и с интонациями военной музыки, садов, площадей и улиц Казарменного и Плацпарадного Петербурга. Ну, всё. И это ещё не всё. Там есть ещё итальянщина, следы куплетов и песенок из старинных динчкелей и так далее. В общем, я суммирую, что превзойти Асафьева на русской, так сказать, стезе исследований Стравинского не смог никто впоследствии. Я здесь имею в виду даже замечательную и гораздо более многостраничную, двухтомную монографию Ричарда Тарускина, которая посвящена прямо этой теме «Стравинские русские традиции». И, по сути, получается, что, хотя Тарускин, конечно, я читал и знал, и цитирует Асафьева достаточно много, он в этом отношении абсолютно чист, но, тем не менее, принципиально он предлагает только какие-то детали, потому что всё это оказалось за всё это время уже впитано нашей какими-то странными путями, но, тем не менее, всё это оказалось уже в обиходе. Вот, теперь не останавливаясь на вопросе, который тоже сам по себе интересен относительно того, как сам Стравинский отреагировал на эту книгу, вот, отреагировал он сначала, ну, есть замечательная статья Татьяны Борисовны Варановой, которая сейчас меня сменит, вот, она у нас напечатана в Вестнике, она изучила все точно, хотя и до неё это тоже делала, и маргинали из Стравинского на его экземпляре, это очень интересно всё, и она пришла к выводу, что всё-таки большинство его замечаний связано не с принципиальными моментами. Единственное, что ему резко не понравилось, но тут Асафьева повело, конечно, там, у него был такой вот момент, где он почуял социологию с оттенком фаридизма, говоря нынешним языком, то, что он пишет о свадебке. Свадебка там, конечно, совершенно малосъедобна, прямо вот именно такая вот оценка. Что мы имеем, как говорится, в сухом остатке, тем более, что мне надо уже срочно завершаться. У этой книги, как и вообще у работ Асафьева о новой музыке, была судьба, я не побоюсь этого слова, как минимум драматическая, можно даже её назвать трагической историей. После книги Островинском Асафьев о нём не писал. Нет. И, кстати, так любопытно, что это, по сути, последняя его крупная работа, которая была опубликована под именем Игоря Глебова. Дальше он стал уже Асафьевым, и впоследствии академиком Асафьевым. Ну, у неё есть такие нечего, в 40-е годы мелкие работы. Вот на этом его, так сказать, роман с новой музыкой закончился. И он вообще отошёл от музыковедника, как известно, он стал балетным композитором вовсю. И тут, кстати, тоже не обошлось без Стравенского, потому что он очень пристально изучал поцелуй феи, написанные на темы Чайковского, как известно, после чего появилось «Пламя Парижа», написанные абсолютно по этому принципу. Хотя, понятно, что музыка другая, композитор другой, всё другое. Но, тем не менее, идея, в общем, для него, для композитора это тоже не прошло бесследно. Вот. Но почему драматическая? Потому что, по сути, она, эта книга в 1929 году опубликованная, дальше она не была востребована нашим музыковедением, она не была востребована нашей вообще практикой музыкальной, потому что Стравенского играть постепенно перестали совсем. Ну и потом известно, что произошло. И в 1948 году Борис Владимирович Асафьев, увы, оказался среди тех, кто резко осудил творчество Стравенского, назвав его молотобойцем русского мялоса. Вот. И впоследствии она была, ну, как известно, переиздана в 1977 году. И, кстати, тут можно сказать, что, к сожалению, её просто перенабрали, и ошибок никто не исправил. А там есть опечатки, есть ошибки в новых примерах. Конечно, её надо бы издать ещё заново. В собрании сочинений его известный этот пятитомник Кабалевский не разрешил её включать. Вообще, это был он. Вообще, ему пришлось сделать вид, что этой книги не было. То есть, он сделал сам своими руками тоже всё, чтобы они забыли, что может быть вообще. При том, что эта книга, может быть, на мой взгляд, это просто его лучший крупный труд. Крупный. Потому что никакое слово Глинки с этим сравниться не может. В этой самой мемуарной книге, которую я поминала, «Моя жизнь», которая создавалась в блокадной Ленинграде, на грани жизни и смерти, Асафьев вспомнил и о Дягилевских русских балетах. И, кстати, совсем не так, как он когда-то писал Держановскому, что это вертеп и всё прочее. Совсем не так. Посмотрите, как он о них пишет. И о своём совете пригласить для «Жар-птицы» молодого Игоря Фёдоровича Стравинского. И как это было на самом деле, и была ли у него такая встреча с Дягилевым, и говорил ли он об этом. Это уже не имело никакого значения. Спасибо. 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 Спасибо.